Девушки отдыхают Девушки отдыхают В эфире снова Фак и я Влад Лехов Фак – самая приличная передача на телевидении Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх Оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению Устраивайтесь поудобнее и внимайте Серия игр Backyard Sports берет свое начало в далеком 1999 году Ответственна за нее студия Farsight, выпускающая свои игры под крылом Atari Как вы сами понимаете, главная пристанище таких проектов – консоли Но и владельцы персональных компьютеров не остаются без внимания Игра, о которой мы расскажем вам сегодня – Backyard Football 2009 Посвящена американскому футболу в необычном мультяшном антураже Смотрим! Смотрим! Backyard Football 2009 – свежее высказывание в серии Backyard Sports вызывает неподдельное удивление Поразительно! Но кто-то все еще готов тратить деньги на примитивный спортивный недосимулятор Главной досопримечательностью которого предлагается считать смешных большеголовок спортсменов Американский футбол – достаточно сложный вид спорта В США его называют шахматами на поле – не верите? Попробуйте сыграть в Madden NFL Однако в Backyard Football 2009 разработчики сделали так, чтобы даже ребенок разобрался, что к чему Они придумали предельно простое управление Уменьшили размеры поля, сократили число членов команды до 7 человек И приправили все это здоровым юмором Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1 ГГц 128 МБ оперативной памяти 64 МБ видеопамяти И 500 МБ на жестком диске Игровой процесс в Backyard Football 2009 незамысловат и интуитивно понятен Все основные функции распределены между двумя кнопками мыши и клавишей пробел Как правило, тачдаун можно заработать с двух-трех разыгров Наша оценка геймплея – 3 балла Очевидно, разработчики посчитали, что раз они делают игру для детской аудитории Заморачиваться над графикой не стоит Дополняют картины ужасного качества текстуры и клевые модели игроков Наша оценка графического оформления Backyard Football – 2 балла Спецэффекты в игре отсутствуют как класс Тишину на поле разбавляют редкие реплики комментаторов Мы ставим 3 балла за звук только лишь из-за наличия забойного саундтрека Смотреть за тем, как рисованные человечки празднуют тачдаун Или удачно приведенную комбинацию без улыбки просто невозможно В этот момент можно даже забыть о том, что за игра перед вами Отрезляет жутковатое технологическое исполнение и общая примитивность действия Задора хватает лишь на первые 15-20 минут, после чего все местные ужимки приедаются Итог следующий – интересно, удобно, весело, но недолго Наша общая оценка Backyard Football 2009 – 3 балла Игра, конечно же, рассчитана в первую очередь на подрастающее поколение Об этом говорит буквально все И подкупающий своей простотой геймплей, и мультяшная графика, и отсутствие громких имен в командах В отличие от других проектов с приставкой 4Kids, данная игра не несет в себе образовательных элементов А служит единственной цели – развлечению Для тех юных зрителей, у которых не получается разобраться в тонкостях игрового процесса Наши ответы на ваши вопросы по игре Backyard Football 2009 Первый вопрос Что означает значок молнии в углу игрового экрана? Отвечаем Это количество так называемых пауэрапов, то есть спецприемов В тот момент, когда игра издает специфический звук, жмите пробел И подконтрольный вам в данный момент игрок выполнит спецприем Это может быть либо режим быка, когда игрок одевает шлем с рогами и таранит игроков соперника Либо прицельный паз, направляемый лазерным лучом Либо же какой-то иной фин, который позволит вам получить заветный тачдаун Следующий вопрос Какое максимальное количество очков можно заработать в течение одного пробега по полю? Отвечаем За каждый ран вам может быть зачислено 2-7 очков 6 вы делаете на тачдауне, и еще 2 можно заработать с поля Вместо филдкика вы вольны исполнить фейк в виде пасса или пробега При удачном исходе вместо одного очка вы заработаете 2 Следующий вопрос Как переключаться между игроками? Отвечаем Если вы играете с мышкой и клавиатурой, то переключение между игроками происходит с помощью левого клика мышки В тот момент, когда игроки уже носятся по полю, попасть по ним мышкой крайне проблематично Поэтому мы советуем использовать геймпад Изначальная игра заточена именно под него Зомби или кровожадные живые мертвецы – идеальный сюжет для компьютерной игры Их много, они агрессивные и их ничуть не жалко Left 4 Dead – это новый шутер, развивающий тему глобального мутирования людей Разработкой занималась компания Valve Software Именно эта студия ответственна за легендарный проект Half-Life Игра заявлена как отдельный проект, а не в качестве очередного аддона к титулованному собрату по цеху Сюжет игры начинается с того, что все люди заразились неизвестным вирусом и превратились в зомби Дальше история игры повествует о том, как четверо выживших смельчаков борются за свою жизнь Состоит команда из здорового байкера по имени Фрэнсис, чернокожего офисного работника Лойса, молодой студентки Зои и хромого ветерана Билла Таким составом группа пробирается от одного убежища к другому 5-6 таких актов собираются в уровень Каждый уровень заканчивается эвакуацией команды в безопасное место Всего уровня в игре 5 Авторам игры удалось передать теплые дружественные отношения в команде Весь геймплей направлен на прикрытие команды на помощь ближнему В игре есть много возможностей сетевой игры На сервере можно создать свою арену и охотиться на зомби Или подключиться к чужой и в облике зомби охотиться на людей Системные требования к игре следующие Процессор на частоте 3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти Графическая карта с памятью 256 МБ и 7,5 ГБ на винчестере Игровой процесс радует разнообразием противников Вам встретятся 6 видов разных тварей Зомби обыкновенные, глупые, но в большом количестве Охотники быстро передвигаются и ловят отбившихся в группу людей Курильщики своим длинным языком ухватывают одного бойца И затягивают в самую гучу врагов Но самые страшные — это ведьмы и танки Игра требует от вас не просто стрелять в дверной проем, через который лезут зомби А постоянно что-то делать и кого-то спасать За геймплей 5 баллов Внешняя игра живописная Подробно спроектированы все дома и декорации При этом назначение здания определяет одежду на зомби В больнице на вас будут нападать диктора в халатах и пациенты в пижамах В аэропорту стюардессы и носильщики багажа Отлично прорисованы выстрелы и взрывы Но сглаживания в картинке явно не хватает Лиц угловатые, а декорации квадратные За внешний вид 4 балла Звуковое сопровождение хорошо сочетается с происходящим Расстреливать толпы зомби, бегущих на тебя под энергичный роковый мотив Чистой воды удовольствия За звук 5 баллов Интересная, энергичная и грамотно построенная игра Отлично подойдет для сетевых сражений, но и прохождение уровня не оставит равнодушным никого Разнообразные противники и свободная стратегия дают отличную почву для фантазии Можно поджигать врагов, взрывать их и расстреливать из стационарного пулемета в любых вариациях Общая оценка Left 4 Dead 5 баллов В игре много авторских элементов, навевающих ностальгию по Half-Life Но в целом Left 4 Dead это совершенно другого плана игра Главная изюминка игрового процесса кроется в сюжете и многофункциональном мультиплеере Который позволяет собрать команду и играть в кооперации В игре много крови и расчлененных тел Но охота на зомби вызывает чисто спортивный интерес А теперь пришло время для ваших вопросов по игре Left 4 Dead и наших ответов на них Вопрос Я дошел до больницы и поднялся на крышу Вызвал вертолет, но когда он прилетает, я не успеваю до него добежать Меня съедают, как мне быть? Отвечаем Когда прилетает вертолет и вся ваша команда бежит к нему Вам надо задержаться у пулемета и расчистить новый поток зомби Потом прыгайте с крыши и бегите к вертолету Вопрос А как убить танка? На самом легком уровне это, конечно, не проблема Но на уровне эксперт не получается Что делать? Отвечаем Танки бегут на того, кто в них стреляет Лучше всего отвлечь и убегать от него Давая шанс вашей команде всадить в него побольше пуль Точно так же можно проступать с ведьмами Но без М16 их лучше не будить Вопрос На последнем уровне в самом конце я нашел в поле трактор Кто-то просит ответить по рации Но никакой рации в тракторе нет Что происходит? Что делать? Отвечаем Рация находится не в тракторе и даже не на тракторе, а в доме После вызова грузовика лучше сразу подняться на второй этаж и отстреливаться оттуда Смотрите далее Need for Speed Undercover Не самая удачная разработка из серии Нам вновь предлагают промчаться по улице мегаполиса в сопровождении рева полицейских сирен Legendary Неплохая игра, но максимум на пару-тройку дней Проходное развлечение для тех, кому нечем заняться долгими зимними вечерами Смотрите далее Legendary Неплохая игра, но максимум на пару-тройку дней Проходное развлечение для тех, кому нечем заняться долгими зимними вечерами Need for Speed Undercover Не самая удачная разработка из серии Нам вновь предлагают промчаться по улице мегаполиса в сопровождении рева полицейских сирен Legendary Шутер старой школы Последователь Half-Life И одновременно очередная попытка слиться в творческом экстазе с кинематографом Попытка, надо сказать, успешная Происходящее расписано как по нотам Вокруг происходит поставленное режиссером месиво А каждая боевая сцена начинается после того, как вы переступите невидимую черту Сюжетная линия тесно связана с ящиком Пандоры В котором содержатся все беды мира, а на дне неуютно покоятся надеждам Пандора — это женщина, созданная богами, чтобы вредить человечеству Именно она, невзирая на запреты открывать ящик, подняла крышку и выпустила напасть на волю Несколько тысячелетий спустя Spark Unlimited, авторы вялого консольного проекта Call of Duty Finest Hour И посредственного боевика Turning Point Fall of Liberty Излегри из чулана древний греческий миф о Пандоре И решили использовать его как основу для будущей игры По сюжету организации Black Order получила Чарльзу Деккарту похитить из музея Нью-Йорка пресловутый ящик Деккар до объекта добрался с легкостью Но стоило ему коснуться заветного предмета, как тот внезапно распахнулся, превратившись в портал для разного рода нечисти Нью-Йорк точно заполнили представителей мифологической фауны, а Black Order решили расправиться с Деккартом Слишком уж много он знал Герои остаются только истреблять надвигающихся отовсюду монстров и попутно искать способы избавиться от ящика Спасаясь заодно от тесного знакомства с раскаленным утюгом Системный тревогник игре следующий Двуядерный процессор, работающий на частоте 2,5 ГГц 2 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске Legendary займет 8 ГБ Геймплей Ленджери пощекочет вам нервы Вот нас атакует в лоб кучка грифманов, от которой мы с трудом отбиваемся Затем отстреливаем скачущих по стенам оборотней и пьем живительную энергию от неприятелей, чтобы после в лучших традиции Half-Life точными выстрелами из укрытия расправиться с отрядом враждебно настроенных людей Тройка за геймплей Выглядит игра еще хуже Размытые текстуры и малополигональные модели древнегреческого отребья в движении выглядят довольно прилично Но стоит остановиться, не совсем понятно, почему у игры такие жесткие запросы относительно конфигурации Выглядит она довольно дешево Спасают положение разве что зрелищные видеоролики Тройка за внешний вид Музыка в Legendary далека от того, чтобы выйти отдельным саундтреком, но и явного отвращения не вызывает Хлопки выстрел в крики людей и рычание потусторонних монстров большого ужаса не вызывают И уже после нескольких часов игры порядком надоедают Четверка за звук В итоге мы имеем неплохую игру, но максимум на пару дней Интересный Legendary покажется любителям зрелищных сцен Для всех остальных это проходное развлечение, которое можно пропустить без капли сожаления Тройку получает экшен от первого лица Legendary Выпустить игру подобного уровня почти одновременно с громкими премьерами Dead Space, Far Cry 2 и Fallout 3 Это конечно сильное решение, заслуживающее уважения Но время выбрано с расчетом, что на Legendary захотят взглянуть те, кто жаждет зрелищного боевика, но не удовлетворен вышеупомянутыми проектами И таких людей оказалось немало На их вопросы по игре ответим прямо сейчас Вопрос Я застрял в подземке и никак не могу выбраться наружу, что мне делать? Отвечаем Вам необходимо, отстреливаясь от монстров, пробраться к противоположной стороне туннеля Следите, чтобы вас не сбил поезд Они тут появляются буквально из ниоткуда Там найдете вентиляционные отверстия Когда будете ползти по трубе, лучше взять топор В таком месте он окажется гораздо эффективнее пистолета Затем вы попадаете в другой туннель, в котором также обнаружите вентиляционную решетку За ней лифт и подъем наверх Вопрос Я не смог перепрыгнуть разлом в полу и упал в яму, из которой невозможно выбраться Что мне делать? Отвечаем Обратите внимание на завал в стороне Из-под камни торчит газовый баллон Прицельтесь, отойдите подальше и стреляйте в него Так вы сможете снова выбраться в коридор с лестницей, ведущей наверх Need for Speed Это серия мультиплатформенных гоночных видеоигр от компании Electronic Arts Сегодня мы расскажем вам о новинке в этой серии Need for Speed Undercover Что нового появилось в игре за последний год Какую работу проделали разработчики И насколько интересным получился игровой процесс Вы узнаете прямо сейчас Первая игра из серии Need for Speed Была разработана студией EA Canada Из города Ванкувер До поглощения этой студии компания Electronic Arts В 1991 году она была известна как Deceintive Software И уже успела разработать такие популярные гоночные игры Как Stance и Test Drive 2 Так что у компании уже был опыт Когда она приступила к разработке Need for Speed В конце 1992 года EA Canada и EA Seattle Продолжали заниматься разработкой игры из этой серии многие годы В 2002 году другая ванкуверская компания Black Box Software Получила контракт на разработку игры Need for Speed От Pursuit 2 Вскоре после выхода этой игры Black Box была поглощена Electronic Arts И переименована в Electronic Arts Black Box С тех пор именно EA Black Box является главным разработчиком игры под лейблом NFS Разработка 12 серии вновь поручена EA Canada Игра поступила в продажу 18 ноября 2008 года Рекомендуемые системные требования Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти И 512 МБ видео А также 7 ГБ на жестком диске Главная новость Короткий эксперимент по возвращении закольцованных трасс И отказ от полиции признан неудачным И теперь Need for Speed снова возвращается в город Все как и раньше Между заездами колесим где хотим По всей территории разбросаны маркеры магазинов И стартовые позиции для заездов По улицам неспешно ползут машины гражданского населения Возвращение полиции означает Что вернется и интенсивный сюжет образца Need for Speed Most Wanted О чем пойдет речь очевидно из-под заголовка Undercover значит под прикрытием Полицейский под прикрытием внедряется в банду И начинает восхождение по карьерной лестнице Разработчики позиционируют свою игру Не как простую гонку А как Open World Action Adventure Что-то вроде экшен-адвенчера со свободой выбора Сложно сказать, что они задумывали Но игра получилась не самой интересной Практически все идеи повторяют предыдущие части Нет даже нормальной возможности Раскрашивать и тюнинговать машины Выше трех баллов за игровой процесс мы поставить не можем Внешний вид игры поначалу шокирует Никакой сверхъестественной графики вы не увидите Хорошо, что в настройках можно убрать мешающие спецэффекты Повреждения пририсованы не очень хорошо А на поведение машины не влияют После гонки даже ремонт не нужен При этом игра достаточно требовательна к железу Наша оценка в внешних данных 4 балла с минусом Озвучка также не блещет Радуют только качественные видео вставки С хорошей работой русскоговорящих актеров За звук 4 балла А вам предлагаем небольшой фрагмент из игры Крутой гонщик, да еще и красавчик За тобой будут следить, так что покажи класс Рванем через весь город Ну что, посмотрим, из чего ты сделал Ты и я Давай, будет весело Need for Speed Undercover Не самая удачная разработка из серии Need for Speed Игровой процесс вторичен, возможности ограничены Внешний вид игры своеобразный А физические повреждения — бутафория Радует только игра актеров в коротких роликах Наша общая оценка игры — 3 балла Но поиграть в нее должен каждый Undercover — последняя игра серии Производственный цикл, который составляет год с хвостиком А не два, как будет со всеми последующими сериями И это очень чувствуется Обидно, что у Electronic Arts явно не хватает времени Из этой идеи можно выжить куда больше А пока имеем то, что имеем Интересную аркаду и ваши вопросы по этой игре Первый и самый главный вопрос Как можно отключить блюр и размытие? Отвечаем В меню настройка выбираете параметры изображения Далее трасса и эффекты трассы Следующий вопрос Я начинаю играть и у меня машины постоянно пытаются куда-нибудь повернуть Что делать? Отвечаем Отключите все лишние девайсы, которыми вы не пользуетесь Рули, геймпады, клавиатуры И дело в шляпе Следующий вопрос Никак не могу разобраться Где покупать машины? Помогите мне Помогаем Нажимаешь Escape Это меню паузы Дальше выбираешь меню машины Здесь можно будет купить тачку Следующий вопрос У меня слабый комп, как мне поиграть в Need for Speed? Отвечаем Если есть проблема с производительностью Тогда сделайте следующее действие Отключите тени вообще Параметры аппаратного ускорения звука нужно установить на полное Это делается в панели управления операционной системой Также существуют проблемы работы игры с многоядерными процессорами Для ее решения необходимо воспользоваться специальной программой по управлению ресурсами процессора CPU Control И последний способ дождаться первого патча Удачи! Рады были помочь вам в прохождении игр Меня зовут Влад Лехов Это был Фак Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте muzdefistv.ru Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok